Друзья, всем привет! Это Виталий Сируканов, рубрика «Укол зонтиком» «Прекрасная Россия! Бу-бу-бу!» И сегодня у нас в гостях человек, который, ну, прям не нуждается в представлении Ольга Будина, наша российская актриса, звезда, легенда нашего кинематографа Без приукрас могу сказать совершенно точно Большое вам спасибо, Виталий, вы очень добрый ко мне Потому что всё-таки прошло 8 лет, как я, так сказать, закончила карьеру, ушла на пенсию Мы улыбнула пенсию Ну, фильмы, в общем-то, показывают до сих пор по разным каналам Мне периодически звонят, что вот там это показали, другое там что-то показали Ну, так что... И что такое информационная война? Это перехват управления вниманием людей И здесь я могу это, как сказать, рассказать на своих примерах Когда-то, несколько лет назад, в одной из программ Была тема о том, как я помогаю детям, оказавшимся в трудно-жизненной ситуации В трудном положении И на этой программе Ни я, ни те герои, которые были на этой программе Мы ничего плохого или там чего-то ужасного Или чего-то обнажающего, чего-то там супероткровенного Никто из нас не сказал Но те люди, которые монтировали эту программу В эфир выдали со своими подписями То есть они просто какие-то титры туда добавляли И вот это и был перехват внимания И в результате возникла мулька о том, что я сдала ребенка в детский дом И никто же не стал ничего проверять И много лет это вот так вот идет И сейчас это тоже они как бы начинают использовать И то, что уже было огромное количество опровержений Что этот ребенок еще никогда не был в детском доме Что родители у него никогда не были лишены родительских прав И что, ну то есть, это просто ложь от и до Ну, это даже в голове не умещается, как это может быть Но до сих пор люди, вот эти, ну Цепсо или кто-то Они это тиражируют и говорят Ну вот, посмотрите, какая она на самом деле Там, значит, бросила там ребенка Ну как так можно? И уже думаешь, ну что же с ними делать? Что же сейчас делать, чтобы уже наконец Да, ну, наверное, ничего Это я вот говорю, как они перехватывают внимание, да? То есть вывод для зрителей какой? Для людей, пожалуйста, шевелите мозгами Вы как бы факт это подтверждающий, возьмите Я разве про это сказала? Или этот парень про это сказал? Или кто-то про это сказал? Вот открыл рот и сказал это Вас эта ситуация до сих пор задевает? Вы научились с этим жить? Это я привела как пример Ну как сказать, научилась жить? Я с этим просто не живу, да? Потому что я живу реальной жизнью А это фейковая жизнь Да, да, но я имею в виду все равно Это так или иначе где-то существует параллельная вселенная рядом с вами А ну где-то существует, я к этому не имею отношения Но просто получается, что когда я говорю какие-то важные вещи Тут же появляются люди, говорят Да зачем вы ее слушаете? Она на самом деле вот то-то-то сделала И уже люди, которые могли бы, к примеру, прислушаться к тому, что я говорю, полезного У них возникают сомнения А может быть и тут она как бы тоже Понимаете, вот это идет очернение имени Не только вот моего, да? Но вообще имени очень многих патриотически настроенных людей